Приветствую вас, Иван. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В первую очередь хочется сказать следующее. Социофобия, как вот вы ее называете, это заболевание. И оно, как и любое заболевание, оно, наверное, должно быть диагностировано. Если у вас нет диагноза, то говорить о том, что имеет место быть социофобия, ну, неуместно. Потому что, извините, вы, по сути, поставили себе диагноз. Получается, ну, я не думаю, что это хорошая позиция для вас. То, что вам может пойти на пользу. Это первое. Второе. Вы говорите про свою социофобию, которая появляется в момент, когда вам предстоит некое важное дело. Вот. В момент, когда вам нужно, ну, чем-то заниматься, да. В момент, когда вы хотите чем-то заниматься. В момент, когда вам нужно чего-то достичь. В момент, когда вам нужно как-то себя проявить. Значит, ну, здесь я могу сказать вам следующее. Очень похоже на сверхмотивацию добиться какого-то результата. Вы даже пишите об этом, говоря, что, вот, я, эм, ну, боюсь, преоблажаю. Вот. И это действительно правда. То есть вы действительно боитесь обложиться. Вы действительно боитесь совершить ошибку. Вот. И идея заключается в том, что такое ошибка для вас. Идея заключается в том, чтобы понять, что такое ошибка из себя представляет. Что представляет для вас ошибка? Почему вы столь негативная, к примеру, к ней относится? Почему вы, к примеру, ну, боитесь, допустим, ошибки? Боитесь ошибиться. Почему? Чем это для вас так страшно? То, что вы описываете, очень похоже на сверхмотивацию. Сверхмотивацию добиться результата, например. Сверхмотивацию, там, чего-то достичь. Сверхмотивацию добиться успеха. Ну, и так далее. Честно говоря, честно говоря, все эти вещи достаточно слабо, мягко говоря, помогают или могут помочь в решении проблем. В решении ваших проблем. Почему? Ну, потому что сверхмотивация очень сильно делает человека несвободным. Сверхмотивация делает человека заложником своих, ну, своих стремлений своих, желаний своих потребностей. И вам, как раз таки, если вы хотите чего-то достичь, если вы хотите чего-то добиться, вам очень желательно снижать мотивацию чего-то добиться. И перенаправлять ее на другие, менее зависящие от оценок вещи. Такие, например, как процесс, такие, например, как привнесение, 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 чего-то вам, ну, вот, в мир тех ценностей, на которых, на которых вам. Вам не плевать, к примеру. Вот. И так далее. То есть история здесь, она такая. Вы обратились немножечко не по адресу насчет препаратов, потому что психологи препараты не рекомендуют. Для этого вам, наверное, умеетнее было бы обратиться в раздел «Медицина», который у нас, кстати говоря, есть. есть в раздел «Медицина», вы туда можете обратиться, там, в принципе, в принципе, вам могут оказать помощь. То есть, ну, подсказать препарат какой-нибудь, какой-нибудь, вот, и, соответственно, ну, вы, там, как-то для себя эту проблему может быть решить. Вот. Через препарат. Но психолог занимается психотерапией, да, а не выписываем препарат. Поэтому, коль вы говорите, например, о том, что у вас есть социофобия, я, как специалист в своей области, воспринимаю это что? Как страх, некий такой страх перед оценкой вашей, как некое такое сравнивание, наверное, с себя. С другими людьми, как некое такое проявление неуверенности в себе. Вот. То есть, идея, 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 в принципе, такая. Идея заключается в этом. Что, вот, вы, привозносите значение оценки. Ну, потому что, в некоторой степени есть трудность для вас, в том, чтобы адекватно оцениваться. Да. Корректируется ли этот момент? Да. Корректируется, корректируется. А как корректируется и социофобия? Ну, я не уверен, что она у вас есть социофобия. Вот. Потому что, опять же, нет диагноза. Вот. Без диагноза говорить, что у вас социофобия, ну, наверное, неправильно. Вот. Было бы просто, ну, несправедливо по отношению к вам. Вот. Что касается того момента, что вот когда рядом с вами другие люди, вы себя чувствуете менее тревожным. Что, я полагаю, это как-то подтверждает вашу самооценку. Вот. Подтверждает, что вы, например, ну, вы, например, значимые, что вы, например, ценные, что вы, например, кому-то нужны. Вот. То есть идея, на мой взгляд, здесь такая. То есть, опять же, это желательно исследовать. Да. Опять же, это желательно как-то вот смотреть. Да. Вот. Смотреть на то, что для вас это значит, ну, что для вас означает это. Вот. То, что с вами кто-то. Ну, и страх ошибки свойственен многим людям. Вот. То есть очень много людей, ну, очень много людей боятся ошибок. Вот. Идея в том, чтобы изменить, ага, идея в том, чтобы изменить свое восприятие ошибок. Вот. Идея в том, чтобы, ага, ну, по-другому видеть, видеть, по-другому видеть, то, что, то, что вы можете ошибиться, к примеру. К примеру. Я сейчас говорю. Вот. Вот, в принципе, те задачи, которые я вижу, как психолог, я вижу для вас. С другой стороны, страх от чего-то возвращает. Например, страх может защищать вас от успехов. И, как бы, боясь успеха, вы можете бояться успеха. Вы просто-напросто полубессознательно себя. Ограничивайте полубессознательно себя. Останавливайте вот того, чтобы не добиться в первом. И реализовывать то, что по вашему мнению вам угрожает достаточно существенно. Вот, в принципе, то, что я могу вам ответить. Еще раз, препараты не решают проблем. Они не решают, ну, вообще говоря, не решают чьих-либо проблем. Препараты лишь только позволяют ненадолго купировать. Вот. Но не решают проблем. Поэтому, если вы хотите как-то вот действительно от, ну, действительно решить свою, ну, свою проблематику. Если вы действительно хотите свои трудности разобрать, рассмотреть. Вот. То, я думаю, что не нужны вам препараты. Вот. А, думаю, что, а, что действительно нужно, так это вот психотерапия. Ну, конечно, если вы сами этого хотите, да, потому что заставлять никто вас не будет. Это очевидно. Вам решет. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Пожелаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.